это у нас три кальций фосфат нужно ли давать три кальций фосфат тики для несушек ребята если у вас молода птица три кальций фосфат нужно давать ценные тики яйцо c и кости c и перу так что если вы еще что сюда хотите добавить напишите в комментариях размешиваем все сухое сухим чтобы не было комочков бетономешалка в бетономешалку можно есть видео у меня да я показывала как я делала корма птицы было на то время очень много как цыплят как курей перепелов очень было много то все эти замесы делались в бетономешалке очень удобно повторюсь еще в всем видео если ваша птица больна или вирусными заболеваниями или инфекционными то ее тики один путь и сжечь не перерабатывайте так как я вам показала на примере мускусной утки в корм потому что вы можете заразить в особенности молодняк он очень слабенький иммунитет в нем еще не выработал вся куда головой щас ногами сюда залез так тихо 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 или за ногами маяки вы голодни прямо ставлю решетку потому что будет разбрасывать я наверное еще третью кормушку поставлю как они говорят вот это молодые вот такие петушки вот так чути в них вот такие говорили цыплята молодые ко 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 да ай ты все ешьте 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 я вам еще третью кормушку поставлю потому что вам а что тут не вкусно а тики там где стазика вкусно две ките петухи грамотно а тики вкусно стазика я вам щас и третью кормушку дам там же я насыпала не и свежего вкуснейший да говорульки вы мои говорульки вы мои давай я насыплю ташечки спевают у нас прилетели все ешьте ешьте это вкусно вам будет а тут сетка стоит ваше пройтись не может но они удобно петухам да уже гребни идуть доставайте а цепь идем кормить каннибалов мура рыся рыси уля тазь 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 таз Шмальк, шмальк, шмальк. Это, я так думаю, они вечером, потому что это было ночью. Сидели, и вот так сидит, и может друг друга там перебирали, перебирали, вот так вот что-то под крилом, что-то шукало. Как раз между ляшечкой и нижней крила и где хвостик. Вот так оно раздолбало ему. А потом уже на утро они, хотя сиплю им в кормушке есть, что сейчас и на утро. Ну, какой-то каннибал. Осенький. Осенький. Осенький, осень кoris. И начинают уже перебирать из себя. Так, перья уже трое летает. Это три месяца. Вот 3 декабря, в общем, они лупились, а сегодня, по-моему, 15 июня. В общем, три месяца, грубо говоря, 10 дней. Вот так вот. Бачите, о, 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 оце воно вот таке падло, бачите, оце воно така паскуда, вот так шарпает, а це, если ночью десь было, и воно сидело, смикало, смикало, и на день, это мои предположения, потому что собаки у меня есть, кошки у меня есть, но собаки такого, вообще доступ там собакам нема, птиця ночью там, где нема доступу собакам, да и тут, где есть доступ днем собакам, они не трогают птицю. Ось, 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 о Пошли ести. Гайда, 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 гайда. Вон, пішла. Каждое утро иду в скверик, накосую їм травы. Вот такая вот перика есть. Накосую травички, деяка, ну, як в скверику, воно все росте. И вот я вот им накладаю травы, и там уже воно все сухое. Червяк переработает. О, пішли уже ести. Площадка свободна. То есть есть место, где им ходить. Это не то, что там притянені, тісно им. Им, то есть, сжаті такие условия. Ходить, где хотят. Вон там вода. Есть вода. Есть слив, який я зробила. В тече. Водички їм доступно. Вон низко сводить.